Кафедральный собор Руана потрясает своей красотой и величием. Столь грандиозного храма нет даже в Париже. Собор начали строить в XII веке на месте предыдущей базилики. Работы растянулись на несколько веков. Руанскому собору более 800 лет. Это главная достопримечательность города. Его фасад с каменной вязью, множеством арок, вереницей статуй святых и апостолов, является ярким примером нормандской готики вперед Юаной высшего расцвета. На площадь перед фасадом собора выходят две башни. Левая, построенная в XII-XV веках, и правая, датированная 1506 годом. Этот более поздний стиль, со множеством мелких деталей, называется пламенеющей готикой. За свой более желтый цвет правую башню прозвали Масличной. Желтоватый камень для нее привозили из Уэльса. Средокрестие собора венчает башня Фонарь с самым высоким шпилем во всей Франции. Левая башня Сен-Ромен – самая старая часть собора. Она названа в честь одного из епископов города, жившего в XII веке, который по преданию победил обитавшее в сене чудовище. Центральная башня со шпилем отстоит на 70 метров вглубь от фасада. С XVI века ее венчал покрытый оловом деревянный шпиль. В XIX веке его заменили металлическим с четырьмя башенками. Этот шпиль высотой 151 метр принес Руанскому собору славу самого высокого здания в мире, которым он был до 1880 года. Собор в самом деле огромен. Высота потолка в центре храма, над которым воздвигнут шпиль, составляет 51 метр. Это размер 20-этажного дома. Высота потолка в галерее 28 метров. Длина прохода 137 метров. Находясь здесь, ты ощущаешь неповторимое чувство восторга от большущего объема и красоты здания. Так и хочется воскликнуть. Вау! Средневековая Нормандия славилась своими мастерами, в том числе изготовлявшими витражи необыкновенного лазурного цвета. Такие витражи с XIII века появились в Руанском соборе. В XIV веке технология изготовления витражного стекла существенно улучшилась, и стекло сделалось более долговечным. Не удивительно, что в храме сохранились витражи 800-летней давности, подписанные создавшими их мастерами. В те времена литье цветного стекла считалось высоким искусством. Один из витражей связан с необычной легендой о святом Юлиане Госпитальере. Якобы при его рождении злые ведьмы наложили заклятие, что он убьет своих родителей. Отец Юлиана хотел избавиться от ребенка, но мать воспротивилась и заперла его в доме. В 12 лет подросток убежал, вскоре женился на вдове, и у них появились дети. Как-то родители Юлиана захотели навестить внуков. Их сын тогда работал в поле, а бывшая в доме жена уложила гостей отдохнуть на их с Юлианом кровать. Тем временем кто-то из доброжелателей сообщил Юлиану, что жена якобы ему изменяет. Юлиан поспешил домой и, не разобравшись, зарубил обоих родителей прямо в кровать. Удрученный роковой ошибкой Юлиан покинул дом, чтобы замаливать грех. Затем разбогател, построил больницы для бедных и в народной памяти остался позитивным героем. Кафедральные соборы часто служили местом захоронения правителей и церковных прилатов. В Руанском соборе, кроме гробницы первого герцога Нормандии Ролона и его сына, покоится сердце короля Ричарда Львиное Сердце. Также установлены саркофаги нескольких архиепископов. Следует сказать, что в середине IX века на западно-францкое королевство участились набеги норманов под предводительством Ролона, которого за грабеж в скандинавских землях навечно изгнали с родины. Естественно, изгнанник стремился закрепиться на новых землях, и север Франции ему приглянулся. Во время набегов Руан был неоднократно разграблен. Тогдашний архиепископ Руана за разрешение жить на их земле заключил договор с Ролоном, что христианские храмы и местные жители не будут подвергаться грабежам. Вскоре подобный договор с викингами заключил и французский король Карл III. Он решил превратить грабителей в защитников своих земель с северного направления. В 911 году Карл простоватый объявил Ролона герцогом захваченной им территории. Герцогство стало называться Нормандией, а его столицей стал Руан. Через некоторое время Ролон с товарищами для вида принял христианство, но в течение своей долгой жизни, до 80 лет, он постепенно превратился в приверженца христианской веры. Ролон проявил себя не только отважным воином, но и сильным правителем, который сумел расширить свои владения и установить на них твердый порядок. Он основал успешную Нормандскую династию, которой принадлежал Вильгельм I, завоевавший Англию и ставший английским королем. Это был единственный случай в истории, когда викингам на захваченных землях удалось создать устойчивое политическое образование. По поводу захоронения в соборе английского короля Ричарда Львиное Сердце, напомню, что он был далеким потомком Ролона. Ричард возглавил Третий Крестовый Поход и успешно воевал с Саладином на Святой Земле. На обратном пути из похода он попал в плен к австрийцам. Австрийцы, подкупленные братом Ричарда Джоном, который узурпировал власть в Англии, надолго задержали пленника. Лишь вмешательство Папы Римского спасло его от смерти. Ричард умер от сепсиса после ранения стрелой в плечо во время осады одного из замков. Согласно его завещанию, в саркофаге Руанского собора покоится сердце короля. Ранее оно содержалось в саркофаге в свинцовой коробочке. Во время послевоенной реставрации обнаружилось, что в ней осталась лишь пыль. Теперь эта реликвия хранится в служебных помещениях собора. Храм сильно пострадал во время Второй мировой войны, поскольку перед высадкой в Нормандии союзники проводили интенсивные бомбардировки. Башня Сен-Ромен почти полностью сгорела. Сам собор чудом устоял. В течение 12 послевоенных лет здесь велись восстановительные работы. Красота и мощь Руанского собора на протяжении веков вдохновляла писателей и художников. Мировую известность кафедральному собору принес цикл работ французского импрессиониста Клода Мане. Художник создавал картины более двух лет, периодически приезжая в Руан, чтобы запечатлеть западный посад храма в разное время суток. Первая из картин была написана художником в номере гостиницы, расположенной напротив собора. Мане старался запечатлеть на холсте едва уловимое изменение света в зависимости от времени дня и погоды. Каждые полчаса он фиксировал колебания цветовых оттенков, изображая преображение собора в солнечных лучах. Клод Мане не единственный, кого вдохновил Руанский собор. Уроженец Руана Гюстав Флабер был хорошо знаком с главным храмом города и описал его в своем знаменитом романе «Госпожа Бавари». А витраж, посвященный истории святого Юлиана Госпитальера, вдохновил Флабера на написание одной из повестей. Массивные стены собора идут вдоль улицы Сан-Романа, названной в честь здешнего священника. По легенде, в незапамятные времена в реке Сене жил дракон по имени Гаргуем, нападая на местных жителей. Архиепископ Роман решил поймать дракона. Приговоренного к смерти преступника он использовал как приманку. Когда дракон выполз на берег, чтобы полакомиться, Роман подчинил его с помощью распятия и привел в город, где чудовище закололи и сожгли. В память об этом событии архиепископы Руана раз в год отпускали на волю кого-то из преступников, приговоренных к смерти. Кстати, возле собора в 15 веке находилось помещение, где был вынесен смертный приговор Жанне Дарк. Суд проходил на территории собора. Об этом гласят таблички у ворот. Но через 25 лет с орлянской девы сняли обвинение в ересе. А уже в 1920 году она была причислена католической церковью к лику святых. Вот такие парадоксы истории. Руанский собор расположен в историческом центре города, в окружении хорошо сохранившихся средневековых барочных и фаферковых домов. Руан тратит немалую часть городского бюджета на поддержание своих достопримечательностей, в том числе на реставрацию собора, объявленного культурным наследием страны. Безусловно, забота о внешнем виде храма очень нужное дело. Где как ни здесь ты можешь по-настоящему ощутить дух средневековой истории и величие архитектурной мысли человека. Редактор субтитров А.Семкин